Покровский женский монастырь Когда больше не у кого просить о помощи Патронушка родилась в конце 19 века в небольшом селе Тульской области В обычной многодетной крестьянской семье То, что на свет появился необычный ребенок, всем стало понятно сразу Вот у нас купелька стоит, в которой ее крестили Когда ее батюшка, отец Василий поднял из этой купельки, то такой пошел пар Такой, блуханье такой Он сказал, родился Божий человек Бог не дал Матроне зрения Говорят, что увидев новорожденную дочь, мать захотела отдать ее в приют Четвертый род в семье, да еще и слепая Но в следующую ночь она увидела сон Птица с человеческим лицом села ее на руку Глаз у птицы, как у рожденной дочки, не было И мама оставила девочку в семье Близкие быстро заметили, слепая девочка словно видит то, что потом сбывается Вскоре к дому Никоновых потянулись толпы людей Матрона никому не отказывала в помощи Говорила, будут ли здоровы дети, как избежать болезни, что будет завтра или через год Но главным даром Матроны была способность к целительству Говорят, она помогала даже безнадежным больным При том, что сама не могла ходить В 18 лет у Матроны неожиданно отнялись ноги Но люди сами ехали, шли и даже ползли к ней Рассказывали парализованные мужчины из соседней деревни полз к Матроне несколько километров А ушел от нее на своих ногах Бог не дал ей зрения Но слепая Матронушка ясно видела будущее и никогда не ошибалась Она предсказала революцию, Вторую мировую и развал СССР Своё самое страшное пророчество Матронушка поведала перед смертью То, что она предсказала, может свершиться всего через несколько лет Ещё Матронушка сказала перед смертью Вы не знаете, что вас ожидаете, молитесь Такие скорби вас ожидают, которые вы не знаете, что вас ожидает Матронушку иногда сравнивают со знаменитой Вангой Обе были слепыми, у обеих были особые отметины на теле в форме креста Только у Матронушки на груди, а у Ванги около виска У обеих был дар видеть будущее Матронушка, как и болгарская провидица, предсказала самые важные события 20 века Но в первую очередь те, которые касались России Она говорила, сначала уберут Сталина Потом после него будут правитель один хуже другого Растащит Россию и появится в своё время Михаил Захочет он всё изменить, перевернуть Но если бы он знал, начнутся смуты, распри Вздохнёте, но ненадолго Ещё Матрона утверждала Всё будет И молебен на Красной площади И будут панихиды по убиенному царю и его семье В стране, в которой разрушались церкви и расстреливали священников Это пророчество казалось и вовсе невозможным Но так случилось, в 2000 году русская православная церковь канонизировала расстрелянную царскую семью Почти все пророчества Матронушки, которые касались 20 века, уже сбылись Про 21 век святая ничего не говорила Так считалось до сегодняшнего дня Но мы обнаружили последнее пророчество Матроны Оно касается 2017 года Самое страшное предсказание святой Матрона Никонова жила рядом с нами совсем недавно Она умерла в 1952 году Через 40 лет к её могиле на Даниловском кладбище началось паломничество На месте захоронения почти не осталось земли Люди уносили её горстями Считали, что земля с могилы святой Обладает чудодейственной силой А потом начались официальные действия по канонизации святой В 1998 году мощи Матроны Московской Перенесли в Покровский женский монастырь Но поток желающих поклониться им оказался так велик Что было принято решение укрепить на фасаде Покровского храма Чтимую икону Матроны Московской Очередь к ней такая же длинная Как и краки с мощами святой Но не только в Покровский монастырь едут люди поговорить с Матронушкой Святым местом для тех, кто надеется на её заступничество Остаётся Даниловское кладбище Сама личность Матронушки за это время обросла легендами и вымыслом Кем же она была? Что сделала, чтобы заслужить такую популярность и всенародную любовь? Наступило время неслыханных гонений на церковь Храмы превращали в склады, а то и вовсе взрывали Священников арестовывали и ссылали в лагеря Но люди не могут жить без Бога Со своими бедами они шли к оставшимся на воле старцам Жизнь старицы Матроны не была исключением Она также скрываясь от преследований Меняла адреса, переезжала с места на место Сама Матрона Московская лишь чудом избежала тюрьмы Хозяева арбатской квартиры, где она прожила всю войну, были арестованы Вскоре за Матронушкой пришел милиционер Но та сказала ему Беги скорее домой, я никуда не денусь А вот с твоей женой беда Он, насколько был настроен, имел решимость арестовать Но, с другой стороны, она сказала с такой властью Что он поспешил и застал ее в состоянии ожога Она обожгла сильно и он успел спасти ее Из-за страха ареста знакомые Матроны боялись ее не то что прописать Приютить Обвинение в создании церковно-монархической группы не шутка За это могли и расстрелять Но Матрона и сама не хотела подвергать людей опасности Отказывалась от приглашений Невзгоды переносила со свойственным всем верующим смирением Однажды ее нашли в грязном сарае От холода и голода она лежала без движения, словно мертвая Доказано, что Матрона предсказала войну за несколько лет до нее Сохранились записи ее пророчества Ну что сейчас вы все ругаетесь, делите Ведь война накануне, враг с запада придет Мы победим, но много русской крови прольется Много Когда началась Великая Отечественная война В коммуналку на Арбате, где в 41-м году жила Матрона В очередь выстраивались и простые люди, и генералы Люди спрашивали о судьбе близких на фронте Одним Матрона говорила, ждите Другим сообщала скорбную весть С началом войны советская власть в отношении православных священников Сменила гнев на милость Государство и церковь сплотились в борьбе против общего врага В день, когда на СССР напали гитлеровские войска Руководство страны обратилось к нации со словами Которыми начинаются церковные проповеди Братья и сестры Стали открываться храмы Возобновились службы Священников командировали на фронт Это понятно В самые трудные минуты люди обращаются к святым Надеются на их защиту У Жукова есть намеки, воспоминания Что по распоряжению Сталина Образы святых с мощами На самолете вдоль границы облетели Из-за этих границ гитлеровские войска не смогли прорваться Это был совет Матронушки По легенде, Москву облетали с иконой Тихвинской Божьей Матери Мы нашли эту икону Сегодня она находится в Москве В церкви Тихвинской Божьей Матери Легенда остается легендой А факт остается фактом В ноябре 41-го года Немцы, стоявшие на подступах к столице В подмосковном Тихвине Отступили Москву фашисты так и не заняли Сейчас по всей планете идет массовая истерия В связи с 2012 годом Мол, на этой цифре заканчивается календарь майя И мы все умрем Людей всегда интересовал конец света Спрашивали о конце света и провидец Вангу и Матрону Тут их мнение расходится Ванга говорила после 2000 года Не будет ни катастроф, ни потопа Тысячи лет мира и благоденствия ждут нас Матронушка же на вопрос Что нас ждет в будущем Отвечала совсем другое Ее последнее предсказание Было обнаружено только недавно Похоже, что оно гласит В 2017 году Человечество погибнет Что же должно произойти? Город Епифань Здесь в монастыре живет инокиня Антонина Малахова Говорят, Матрона называла ее своей преемницей Именно ей перед смертью святая поведала свое последнее пророчество Сказала нам матушка Антонина Тогда, когда она умирала, говорила, что Молитесь, время плохое подходит Молитесь, молитесь Конец близок Молитесь Меньше летельским делами занимайтесь Обращайтесь, спасайте свою душу Еще Матронушка сказала перед смертью Вы не знаете, что вас ожидаете Молитесь Такие скорби вас ожидают, которые вы не знаете, что вас ожидает Без войны все умрут Жертв много будет Все мертвые на земле лежать будут Вечером все будут на земле А утром восстанут И все уйдет в землю Сказала Матронушка И якобы назвала цифру 2017 Что же случится в этом году? Что означают эти страшные слова? Могла ли святая пророчествовать О втором пришествии Христа? О чем же тогда говорила Матронушка? По наблюдениям астрономов 10 февраля 2017 года С землей сблизится огромная комета Даже сейчас ученые не могут точно сказать На каком расстоянии сойдутся небесные тела И какие разрушения произойдут вследствие этого Неужели Матрона имела в виду Космическую катастрофу? Без войны все умрут Все мертвые на земле будете лежать Но эти слова Только половина последнего пророчества Матронушки Говорят, что Матрона Никогда не ошибалась в своих пророчествах Она предсказала и свою смерть Через много лет Люди узнают про меня И пойдут толпами за помощью И я всем буду помогать И всех услышу Матрона Никонова умерла 2 мая 1952 года Через 52 года ее канонизировали Признали святой Что же касается последнего пророчества Матронушки Святая добавила к нему Но встанут потом мертвые И начнется жизнь как в начале И будет она лучше прежней И научатся люди любить друг друга Может быть, если мы научимся любить друг друга Так, как любила людей Матронушка Страшное пророчество не сбудется Людей из этой очереди Со всеми их непохожими бедами, радостями, просьбами Объединяет одно Вера в то, что Матронушка их любит И обязательно поможет И ведь любит И помогает Иначе не было бы этого феномена Ежедневного Многочасового стояния к мощам Маленькой слепой женщины Которая при своей земной жизни Без посторонней помощи И передвигаться-то не могла Теперь о помощи просят ее Подлинная история жизни Святой Матроны Московской Это чудеса, которые она ежедневно дарит нам Это тайна, разгадки которой Пока не существует Но не даром написано в Евангелии Каждому воздастся по вере его Великая пророчица и великая целительница Матронушка дает то, чего была лишена сама Здоровья, счастья материнства И крыша над головой